Уже научные техники подходят к концу. Мы снимаем, можно сказать, последний сюжет про жуков-пауков. Пауков я не стал сегодня брать, но меня все спрашивали про паука-каракурда. Про паука-каракурда можете посмотреть. У меня на ютубе есть специальное видео. Я показывал натурального паука-каракурда, заспиртованного. И просто паучка. А тут у нас есть живые насекомые и, к сожалению, засушенные. Засушенные, потому что их надо показать. Иначе не покажешь, иначе они разбегутся. Вот жуки-запобусы-чернотелки, они такие немножко ленивые, не разбегаются. Они любят скучковаться, как японцы. Они друг друга любят, бегают по палочке вот здесь и не летают. Но умеют летать. Если подставить лампу, нет, да нет, какой-то полетит. Поэтому лучше их не выпускать. Могут улететь из садка на кухню, например. Могут искать что-нибудь поесть, например, овсянку. Потому что они едят овсянку или, например, булочку. Они живут в контейнере. И вот, когда откладывают ясно, они потом из яиц вылупляются. Личинки и разводятся вот такие толстенькие, толстенькие червячки. Это не червячки, это личинки, говоря по-научному. Личинки, любимые личинки запобуса. Вот только их много. Их любят показывать в фильмах ужасов. Однако они по дереву не ползают. Они живут в опавших деревьях. Они перерабатывают опавшие деревья. И, видите, сделали из них решето. Тем самым они санитары леса перерабатывают гнилые деревья. Потом они... Каждая делает себе капсулу в этом дереве и превращается вот в такую куколочку, вот в такую смешную лялечку, которая дергается, она с шипиками, и отпихивается от других шипиков, чтобы личинка не пришла и не сожрала ее. Потому что и личинка тоже ходит, ищет другое место, где окуклиться, и может ее сажать. А когда мало места, личинки сжирают друг друга. А потом из кукол здесь такой получается жук. Вот этот же жук, который любит пучковаться. Он сначала белый, потом он темнеет, становится красный, а потом становится черный. И поэтому жук чернотелка. Мы его писали в статье вместе с моей коллегой. В прошлый год, как новый, это фауна Украины, он такой известный. Они любят погрызть дерево такое. И как их разводить, я рассказываю в интернете, во всех подробностях, целые полчаса и много раз. Для любителей, которые хотят на этом сделать бизнес, ради бога, может, если у вас есть время, деньги и место. И потому что люди на куреневке продают это за большие деньги, и чтобы кормить своих маленьких домашних животных. Я тут их немножко распространял для самых любимых фанатиков, чтобы на них полюбоваться. Переходим от жуков, переходим к осам и пчелам. Потому что у нас их много. У нас их много, у нас есть осы и пчелы. Пчелы дают что-то вкусненькое, которое вот здесь у Сережи можно привлечь. Почти покушать, допустим, такую пыльцу, которая прекрасная, источник витаминов, минералов и аминокислот. Которые можно оздоровляться, быть сильным, здоровым, вкусненьким. И это лучше всякой конфеты или леденца, я вам скажу. Маленькая ложечка, которую пчелы собирают в такие соты. Вот такие соты пчелы заносят, головой запихивают их туда, утрамбовывают и получается пергад. Оно пчеловод делает перед входом, делает такую решетку. Пчела лезет в такой шарик, в дырочку и сбрасывает с ножек пыльцу. Поэтому ее отбирают, эту пыльцу, и подсушивают, чтобы она высохла. Потому что иначе она сухая не хранится. Самое сладкое это весной, когда у пчеловода пойти на пасеку. Она как мед, как желе эта пыльца. Вы один раз попробуете, полюбите своего пчеловода, будете каждую весну. Приезжайте к нему за свежей пыльцой, которую надо хранить в морозилке, потому что она мягкая, иначе она заплеснеет. Поэтому ее сушат, но сушеная такая же вкусная и такая же полезная. Можно эти мороженцы залить в мед. Или можно залить ее свежую, прям-таки залить медом и ложечкой есть. А теперь полезные пчелы приносят много чего вкусного. Например, вот можно пчеловодов купить маточное молочко. Или вот если оно сушеное, или уфиделизированное. Но маточное молочко собирают пчелы, вот делают такие желуди специальные. В этих желудях они приносят... Вот специальные маточные молочко, чтобы вырастить маточко, рулев. Когда пчелы растут, мне они не должны разделиться. Мне они становятся больше, больше и больше. Им уже мало места в этом улье. Другое, где-то надо делиться. Поэтому они выводят маточники, выводятся новые королевы. И внутри они удивительного вкуса. Его хранят свежие в морозилке, в заморозе. И пол такого кокона в один день сидят, где-то полграмма. Очень питательное, возбудительное и оздоровительное. Как как-нибудь на выставке. Оно очистительное такое, удивительное. Но даже если диафинизировать, то тоже, скажем, 60% пользы остается. А вот такие соты, почему они потемнели? Потому что пчелы жили, жили. Они продукты выделения выделяют. И воск, и желтенькое становятся темненькие. Но пчелы жалятся, а также жалятся осы. Больше всех в Украине жалятся осы шершней. Однако, к счастью, они очень редкие. Достаточно редкие. В городе Киеве я один раз только видел за последние 30 лет на Дарнице около своего дома. И то потом их, они все-таки дожили до ноября месяца. До первых морозов. Вот такие замечательные шершни. А теперь их можно найти в основном в пригороде. Ну вот в ботаническом сану Фомина они летают. Там есть некоторые дублы в деревьях наверху. И небольшое дубло для них хватает. Но они часто селятся в шершни на крыше, в сарае. И поэтому они причиняют неудобства, например, жителям, потому что они прилетают на свет. Поэтому приходится, например, шершни не делают мед, они питаются мясом. Они здесь делают соты, чтобы выводить свое здоровое потомство новых шершней на следующий год. Они приносят сюда мясо. Шершни большие санитары леса. Они ловят насекомых. Они ловят мух. В Турции есть машины ездят по всем городам. Называется антимуха. Опрыскивает от мух. А у нас мух ловит осы. Мух ловит, отрывает мухи крылышки, пережевывает ее, как котлету. И несет вот такое гнездо. А в этом гнезде кверху ногами вот так вниз личинки сидят. Головой вниз. Подлетает шершень и приносит свою котлетку. И кормит этой котлеткой своих личинок. А личинка отрыгивает маленькую жидкость. Кормит своего любимого шершня. Они обменялись, это называется трофалаксис, обмен питанием жиденьким таким. Потому что личинка только ест жиденькое что-то. А шершень подкармливается. Но меда он не носит. Меда он иногда залетает на фасеку, потому что он тем самым восстанавливает свою жизнь. Могут, потому что если шершень медленно двигается, то тогда победит. Хочешь рассказать про шершень? Тогда мне дай мне это расскажут. А вот тут они опуглились. Вот они опуглились и запечатали крышечкой свои ячеечки. Поэтому от каждого должна потом была вывестись новая шершень. Но уже не вывелся. Пришлось их открыть. А вот это они так крепились, такими столбиками, сверху именно крыши. И все, кокон, который был большой, сантиметров 20, держался вот за эти столбики. Последнее гнездо я снимал было вот такого размера. В нем было 400 особей шершней. 450, точнее говоря. И еще 100 больших маток толстых. Которые залезли между вот этими сотами и прятались там от меня. Но дядя Витя не спрашивается, потому что меня попросили удалить шершень. Иначе они жалятся. Они два раза ужалили хозяина дачи. И хозяин дачи чуть-чуть не упал с крыши. Однако попал в реанимацию за два ужаления шершня. И потратил 1500 гривен на лечение в течение недели. Поэтому с шершнем не шутят. Увидел шершню, у него называется предупреждающая краска. Черно-белая полосатая. Не тронь меня, я могу наказать. Только не жалятся самцы. С ними я разговариваю языком. На осином языке можете посмотреть со мной в интернете. На моем страничке я с ними разговариваю. С самцами. Но даже и с самками. Но я знаю, как это делать. А если не знаешь, могут ужалить попасть. Можно в реанимацию. Или даже окочеваться. Потому что яд очень опасный. Да. А вот такие маленькие земляные осы, которые делают маленькие гнездышки, они гораздо меньше. Они крохотные. Но у них тоже есть жальцы. И они жалятся, как пчелки. Даже больнее, потому что они жалятся несколько раз. Кыль-кыль-кыль-кыль-кыль-кыль. И несколько раз может ужалить. Пчелка один раз, и уже там завизжал. А этот несколько раз, и еще целая большая компания. И несколько раз может жильнуть. Поэтому с осами не шутят. Нужно смотреть, что кушаешь. Кушаешь яблоко или арбуз, или дыню. Смотри, что там на дыне. Потому что оса может случайно в рот ужалить в язык. А тогда можно перестать дышать, если его ужалить в язык. Можно раздуться. Нехорошо. Будет очень плохо. Но некоторые осы не очень опасные. Особенно весной. Вот весной летают вот такие вот страшные, опасные осы. Вот такие страшные пухнастые, пушистые, желтые. Вот это вот сколии самые большие. Они больше даже шершные. Вот это матка шершная. А это черная называется пчела-каменщица. То есть, от... Столяр, точнее говоря. Это самые большие шершные. А вот это не шершие. Это называется сколия. Большой шерш. И все. Вот эти только летают весной. Они называются сколия. Они охотятся на жука-носорова. Вот жук-носорог. Кто-то, кто знает жука-носорог. Вот такой веселенький, красивый жук-носорог. Поэтому они не общественные. Они летают по одному. Их бывает много, потому что просто они группу такую образуют. Но они гнезда такого не делают. Вот как эти шершки. Осы сколии, они просто одиночные осы. Они живут одна по одной. Они даже в красной клее. Ну, для науки пришлось пожертвовать десяткам. Потому что все равно люди хотели их там потравить пестицидом. Я сказал, что они до вас не доберутся. Они просто охотятся за носорогом. Университет. Субтитры создавал DimaTorzok